И всем алоха, с вами Лёха. Сегодня очень интересный день. Вышел самый первый снэпшот 20W45A нового обновления 1.17 с названием «Пещеры и скалы». Прошло не так уж много времени от официального анонса до выхода первого снэпшота. В данном снэпшоте не сказать, что много контента. Добавлено не всё, что было показано в Майнконе. Но всё равно тут есть на что посмотреть. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Давайте по порядку. Что же нового добавили разработчики? Аметисты. Они появляются под землёй в виде вот таких жеод. В центре они пустые. Аметисты здесь представлены в виде двух разновидностей блоков. Блок аметиста и разрастающийся блок аметиста. И кристаллов. Все виды блоков и сами кристаллы издают прекрасные музыкальные звуки. Когда вы их ставите или ходите по ним, или же разбиваете. Блоки аметистов окружены новыми блоками в два слоя. Сначала идёт новый вид камня – вулканический туф, а после – кальцит. У каждого блока свои новые звуки и текстуры. Звуки вулканического туфа похожи на назарак. А кальцита – на приглушённый звук аметистов. Пока что они не используются в крафтах, но я думаю в будущем они будут использоваться как диорит и эндезит. Аметистовые грозди или же кластеры растут на любой стороне разрастающегося блока аметиста, если она не примыкает к другому блоку или расположена в воде, который вы найдёте в жеодах. У грозди аметиста четыре стадии роста – маленький аметистовый бутон, средний аметистовый бутон, большой и аметистовая гроздь. Аметистовые грозди могут расти только тогда, когда размещены на разрастающемся аметистовом блоке. Когда аметистовая гроздь выросла, вы можете её разбить и получить из неё четыре осколка аметиста или больше, с киркой, зачарованной на удачу. Аметистовые грозди разбиваются только с помощью железной кирки и выше. Если вы разобьёте каменной киркой, ничего не выпадет. А если кирку зачаровать на шёлковое касание, выпадает самая гроздь. Аметистовые кристаллы испускают небольшое свечение, которое придаёт им красоты и мистики. Свечение становится сильнее на каждом этапе роста аметиста. Медь – новый вид руды, который появляется в верхнем мире. По аналогии с железной и углём. Пока что это не конечный вариант спавна меди, как говорят разработчики. Руда также переплавляется в слитки меди, но пока у неё нет вариантов крафта в самородке. Слитки можно перекрафтить в блоки. Из четырёх блоков меди можно скрафтить резной медный блок, из которого, в свою очередь, можно скрафтить ступеньки и полублоки. Так как медь имеет свойство окисляться со временем, вы можете предотвратить это с помощью сот. Просто совместите блок меди и соты в крафте и получите вощённые медные блоки. Если же вы этого не сделаете, любой медный блок, поставленный в мире, будет постепенно окисляться. Существует четыре стадии окисления для каждого блока. Медь – слегка выветрившаяся медь, полувыветрившаяся медь и выветрившаяся медь. Чтобы блок меди прошёл стадию, необходимо от 50 до 82 игровых дней, именно в загруженных чанках. Если вам это необходимо, то вы можете срубить блок окислившейся меди на любой из стадий и сделать его вощённым. Тем самым вы остановите дальнейшее окисление, и блок останется на одной из стадий навсегда. Ещё из меди можно скрафтить громоотвод. Этот блок предназначен для защиты от взгораний при ударе молнии в горючие блоки. То есть, если у вас дом из дерева, вы можете защитить его с помощью громоотвода. Но если дом большой, их понадобится несколько, ведь радиус его действия – 4 на 16 блоков вокруг. Также необходимо, чтобы блоки под громоотводом были огнеупорные. Таким образом, он притягивает удары молнии на себя, защищая окружающую территорию. При попадании в него молнии, громоотвод испускает лицовый сигнал. Громоотвод можно ставить горизонтально на боковую часть блока и на нижнюю, тем самым переворачивая его. Я думаю, некоторые будут использовать его как украшение при строительстве, а не по прямому назначению. Из медных слитков аметиста также крафтится новый предмет – подзорная труба. Это как бы оптифайн на минималках в Майнкрафте. Подзорная труба используется для визуального наблюдения далеких предметов. Но через нее вы не увидите то, что находится за границами прорисовки, которые выставлены в ваших настройках. Затемненное стекло крафтится из аметиста и обычного стекла, не пропускает через себя солнечные лучи, но сам игрок может через него прекрасно видеть. Визуально оно похоже на черное стекло, но чуть темнее. Например, его можно использовать в строительстве красивых ферм-мобов, где не нужен свет, но нужно смотреть внутрь, или ферма грибов. Затемненное стекло можно разбивать без использования зачарования на шелковое касание. Мешочек. Новый предмет, в который можно положить другие предметы, но всего в мешочке должен быть стак предметов. Например, вы можете положить 64 блока грязи, или 32 камня и 32 назарака. Или 32 блока камня и 8 эндер жемчугов. А если это будет шлем или меч, то поместится всего один. Немного странная механика, но уникальная для майнкрафта. Чтобы положить предмет в мешочек, зайдите в инвентарь. Возьмите мешочек и нажмите им ПКМ по предметам. А чтобы их выложить, просто нажмите ПКМ с мешочком в руках. Заполненность предмета показывается синей полосой в иконке текстуры. Когда же он полностью заполнен, синяя полосочка пропадает, и сама текстура мешочка меняется на заполненный. При наведении мышки на мешочек с предметами, показывается количество и название предметов, которые он содержит. Свечи. Я думаю, многие ждали этот блок. Это просто идеальное дополнение для майнкрафта. Наконец, появился красивый блок для освещения пространств, комнат и не только. Всего добавлено 16 цветов свеч и одна бесцветная. В один блок можно поставить до 4 свечей одновременно. Также они затапливаются водой. Но их нельзя будет поджечь. Свечи поджигаются с помощью огневого или огненного заряда. При горении издают приятный звук потрескивания. Потушить их можно с помощью простого нажатия правой кнопкой мыши по ним. Чем больше свечей вы зажжете, тем больше света они будут испускать. Свечи разных цветов нельзя ставить в один блок. А если вы разрушите блок под ними, они не выпадут. А теперь некоторые изменения с прошлых версий. Тропинки. Теперь можно проложить не только на траве, но и на грязи, подзоле и мицелии. В котел можно налить лаву. Он будет испускать рестон сигнал с силой в один. Рельсы и вагонетки можно размещать под водой. Но вагонетка будет ехать медленнее. Потоки воды не сносят рельсы. Сферы опыта теперь иногда объединяются в одну большую. Это сделано для оптимизации игры. Но игрок их поглощает с той же скоростью. Ну и большое количество исправленных багов. Вот такой интересный снапшот у нас получился. Как я сказал ранее, еще много контента, который показали на Майнконе, не было добавлено. Например, новые мобы и другие подземные биомы. Но все впереди. Если честно, я сначала скептически относился к этому обновлению. Но теперь думаю, оно будет очень интересным и глобальным. А что думаете вы? Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ведь тут еще много чего интересного. С вами была Рамбо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин